Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле, соловийный дрель не ради концерта, не ради того, чтобы сделать мероприятие, а ради того, чтобы люди пообщаться, ради того, чтобы послушать творчество друг друга. Чаще всего здесь важен не зритель, а выступающий и тот, кто его понимает в глобальном смысле этого слова. Тот же человек, который выступает, тот, который понимает нюансы, возможно, страхи перед микрофоном у кого-то и такое есть. Слава Богу, я это пережила, научилась. Поэтому я рада, что есть у нас такая вещь, как соловийный дрель. И у нас было три человека вначале, мы хотели начинать, но потом уже было, думаю, подождем. Ну что ж, не будем затягивать. И так затянули хорошо. И мы начнем наш сегодняшний вечер с выступления мэтра Соловьина Дрелья. Наверное, он на самых первых мероприятиях. Александр Романович? Романович, я не знаю, Александр Романович. Любовь, пожалуйста. Да, я просто выключила. Вот, ну, в принципе, действительно, все началось так, как это было. Собственно, вот у нас так и мало, и так душевно мы сидим, что микрофон-то, в принципе, не самый обязательный атрибут. И началось это в драмтеатре, еще жив был Глеб Чичко, такой замечательный поэт, хороший парень, я бы сказал, мальчишка, но это мужчина был, 40 лет, он очень рано ушел. И наша, так сказать, литературная общественность сильно скорбила. А Сергеевич, я вот всегда говорю, мы не имеем права не вспомнить, начиная любой вечер, о Вячеславе Сергеевиче. Не только потому, что это мой большой и хороший друг, пожилой заяц, как они друг друга называли. Но это просто очень оригинальный человек, к тому же он и художник, график, и не случайно был на художественных выставках. И вот эту штуку они вместе, Черкашин, вот при помощи склероза, не тянет фамилию худрука, театра, ну, в Сбонто. Да, они начинали это как соловьиная артерия. Но в силу приколизма нашего Сергеевича, а когда мы вышли из драмтеатра, и следующая сцена в малом зале дворца Сотовского, а соловьиные деревья делали, амшлаг, соловьиные деревья, потому что это прикольно, это каламбур, это игра. Вот он был весь такой. А пили и закусывали, мы закусываем всегда. Я хочу прочитать стихи полуслучайные, я не знал зачем, иду, поэтому к тебе приставал, Алла, о чем мы будем делать, что-то. Потому что, ну, гитарить я могу, но чисто бардос, песен у меня мало, я может сплесать, но у меня спина болит еще. Я поэтому, я хожу еще в стилит, вот, вместе с Аллой, вот, девушку у нас, да, вот, ну, ты не гость, я не свидетели же, сомневаюсь. Мы обсуждали, мы обсуждаем, читаем, обсуждаем произведения, кому что нравятся, какие образы, но не как в школе, и на уроках литературы. А я посмотрел, как женщина одна сидела, ну, обожаемая, но я вообще девчонок люблю, вот, с детства у меня это началось. И, значит, она сидела, и вот, и я попытался нарисовать словами, стихами ее портрет. И, значит, читали и говорили о том, ну, что такое вообще фау, пьете, вот, эта линия с Маргаритой там. В принципе, сатана везде, где есть любовь, ну, бог и сатана, они как-то существуют в этом мире для того, чтобы была вечность и равновесие, не больше, не меньше. Борьба добра со злом, она вечная, Артур Чайни подтвердит. И вот я написал этот портрет на ваш судьбу, пробуя сидеть с женщиной и слушать обсуждение, пробуя пауста вкус, полураспахнуты губы, нежный и хрупкий союз, чуждый фанфаром и трубой. Хочется чудом? Вернись, сделай прекрасное мгновение, и мы наполнится жизнью, и разлетятся сомнения. Еле заметный киров, сгробнув и крыжи с ресницами. Это бывает, дружок, вся преморка приснилась. То есть, вот как концерт, они не выстроены, это случайные стихи, которые, слава Богу, остались. Умение видеть славное богатство души, влюбленные в этот дивный мир. Однако в рифму блуд и святотатство, тлен, нищета, распутство, трактир. А вот если бы пожелала бы удачи мне верная, любимая жена, конечно, все сложилось бы иначе, подумал я, когда послали дна. Если бы снова начать, пусть не с детства, я бы выбрал другие пути. Не надеясь на чье-то наследство, парикмахерам могут пойти. Стать спортным или поваром классным, кем не важно, важнее каким, можно. Но заниматься опасно, без любви браться делом любым. По душе выбирая дорогу, ты идешь по ней ровно, легко. То есть, как бы с любовью и в ногу, или снова копнув глубоко. Впрочем, сколько бы нам ни осталось, размышлять о прожитом не грех. Где-то много успел, где-то мало, лишь бы пользу было, а не смех. А это перед Новым годом. Последние короткие три дня, а дальше новый круг, короче ночи. На то, что есть сегодня у меня, на завтра не достанет полномочий. Так, может быть, есть смысл поспешить. Успейте взять хотя бы что предложить, чтобы никого потом не рассмешить. Иначе право всякое быть может. Планеты бег уже не изменить. Надеяться на лучшее верить все, что осталось. И, конечно же, вот эту радость точно не измерить. А вот это я однажды посвящал Римму. Ассоциативка такая небольшая. Чтобы с тобой ни на миг не расстаться, Стался смартфоном повсюду таскаться. Хоть говорят, на грех мастера нет, С ним же пошел к утру в туалет. Кашу из риса на завтрак сварил, Чай заварил и горячий попил. После подумал, что кашек молчит. Он бы не искал, где игрушка лежит. Места удобнее во всем доме нет. Теплый, уютный, родной туалет. А я тут нам навеял. После того, как я слетал на Байкал, У меня уже мечта всей жизни осуществилась, Как только я часто о нем придумываю, И вспоминаю, в общем, грех готовить. Новый день. Просыпаюсь и вижу облака. В них олеет восход. И Курилы становятся ближе. И Байкал сам навстречу идет. Так красиво, тревожно и нежно Из-за туч первых лучик сверхмет. Вспыхнет свет над простором безбрежным. Сразу все оживет, западет. Вот. Ну и, в принципе, все. Вот я хочу, иногда я это делаю, Почитать не только свои стихи, А вот это вот, как на пути нам все, Даже автора не назовут. Не прожить дважды, Но успеть можно, Угадать важность, Разглядеть ложность. Не просить много, Видеть смысл в малом, И любить сильно, Просто так, даром. А вот это наш друг из этого литературного сообщества, Марина Клитенко, Она попросила меня музычку написать. Но вот ложится стихотворение, Но ложится вот сразу просто, Чистушки можно петь любые, Там хоть барами, Хоть какого. А я не буду, Называется, Клитенко, Хорошего же поэтесса, А я не стану ждать Тепла от осени, И от дождей ее Случайной милости, Смотреть с надеждою На небо в проседе, И сожалеть о том, Что у нас случилось. А я не буду петь Печальным голосом Слова прощальные, Мотивы грустные, Косым куски, Но я расправлю голосы, Пусть все любуются На косму русую, А я не стану звать Тебя по имени, Шептать о том, Что нам судьбой завещано, Бродить под звездами Ночами синими, Я отдаю назад, Что мне обещано, Запорошит зима Мое вчерашнее, Как видно в ней Теперь мое спасение, А я не стану брать Кресту опавшую, Пусть унесут ее Ледра осенние, А я не буду, А я не стану. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ